Привет, друзья! Сегодня необычное видео для моего канала. Мы вместе едем на пленэр. Замечательная погода в Армении. Морозно, солнечно. Всю неделю было пасмурно и дожди. А сегодня видно Арарат. Смотрите, какой он красивый. Мы отъезжаем от Еревана и направляемся в сторону озера Сиван. Там нам предстоит подняться на гору Артаниш. Эта гора находится на полуострове, который делит Сиван на две части. Они так и называются. Большой и маленький Сиван. Высота горы около 2500 метров. Мы будем подниматься и рисовать. Наша первая остановка у озера. Посмотрите, какого невероятного цвета вода. Снег блестит, отражает голубое небо. Ярко-ярко. Яркое освещение, немного видны засветы в камере. Температура около нуля. Ветер то есть, то нет. Так как нам предстоит подниматься на гору, я взяла с собой минимальный набор. Это малюсенькие красочки, в которых я выдавила самые ходовые для меня цвета. Скетчбук от Фабриана с твердой обложкой. Я использую зажимы для того, чтобы прикрепить краски к скетчбуку. И для того, чтобы захватить листы, чтобы ветер их не раскрывал. Также я использую кисть с резервуаром для воды. Но кроме нее я тоже использую минимальное количество воды. Потому что все-таки кисть промывать приходится. Первая остановка у нас была просто на берегу. Мне хотелось быстренько оценить цвет воды. Понять взаимоотношения тонов. И для пленера, и вообще для рисования, это очень важный навык. Первое, с чего вы должны начать, понять, как между собой относятся тона. Например, у нас здесь голубое небо. Горы, в которых отражается голубое небо. Еще и синяя вода, еще и передний план. И я стараюсь понять, насколько вода должна быть темнее. Например, с первого раза у меня не получилось сделать ее достаточно темной. Вот насколько вода должна быть темнее, зеленее, чтобы получилось достаточно правдоподобно. Также конкретно в этом сюжете, маленьком наброске, я столкнулась с тем, что я не вижу, почти не вижу теплых тонов. И я постаралась на переднем плане добавить их в камнях. Вот сейчас на видео они видны, но вживую мне было гораздо сложнее это оценить. Я как раз сейчас разговариваю о том, что я не понимаю, есть ли теплые блики в воде. Но на видео они видны, но вживую я тоже решила их немножко добавить. На набросок уходит меньше 15 минут, больше просто очень холодно стоять, поэтому стараюсь все делать быстро-быстро. И вот мы уже направляемся на восхождение, подходим к нашей горе. Вот она там ждет нас. Частично гору покрывает снег, частично открываются такие песочно-травянистые сероватые холмы. И я хочу постараться максимально быстро уловить текстуру этих холмов, чтобы не прорисовывать каждый кустик. Мне нужно работать быстро, потому что и так приходится забегать чуть-чуть вперед, чтобы остановиться и порисовать. И ребята меня не ждали, и в то же время я тоже не замерзла, пока очень долго вожусь с какими-то детализациями. Для того, чтобы передать текстуру, я делаю мокрые заливки и использую гранулирующие краски. То есть вот эти кусты на холмах, я для них использую дымки от Невской палитры. На этом видео хорошо видно, как двигается рука, пока я размышляю, где и какой добавить цвет. Я в большей степени промакиваю кисть об тряпочку, чем промываю ее, чтобы сократить время и сократить время на каждый раз наборы пигмента. Но здесь у меня уже лучше получается чувствовать цвет воды. И сейчас задача в том, чтобы еще передать вот это соотношение в цветах гор. Такие вот малюсенькие набросочки у меня получаются. Я специально делаю их маленькими, чтобы сильно не уходить в детализацию, только самые важные моменты показывать. Ну а мы продолжаем подниматься. Я так и буду делать несколько пауз по ходу подъема. Здесь уже я не боюсь садиться на эти кочки. Самое главное здесь не перепутать, потому что кроме таких кочек, холмиков, земли, есть вот такие вот кочки, колючки, такой плотный куст, который состоит из колючек. Мы поднимаемся на горочку. Еще высоко подниматься. Я стараюсь чуть-чуть забежать вперед. Там вот где-то еще ребята идут. Не спеша. Погода отличная. Несмотря на то, что лежит снег, пока здесь не очень сильно дует ветер и не очень холодно. Иногда выходишь где-то на какой-то склон и там прям сильно продувает. Но потом, видимо, меняется и куда-то, где не доходит ветер, светит солнце. И когда поднимаешься, даже хочется снять курс. Такая красота. Там солнышко. Спасибо. Ну, вот такое было прямое включение с горы. И я делаю паузу, чтобы снова порисовать немножко другой ракурс, немножко другой сюжет с другой стороны горы. Не все получается просто и идеально. И иногда ветер поддувает и закрывает мой скетчбук. Но искусство требует жертв. Когда мы рисуем на пленэре, не по фотографии, бывает гораздо сложнее соотносить пропорции. Поэтому нужно стараться все время сравнивать между собой высоту гор, брать какую-то единицу измерения и стараться в нее уложить те высоты, которые вы видите. Например, может сложиться так, что горы, которые кажутся очень высокими на дальнем плане, на самом деле помещаются 10 раз в какую-нибудь маленькую елочку, которая у вас окажется на переднем плане. То же самое я делаю и с цветами, которые я вижу. Между собой постоянно сравниваю. Темнее, светлее, теплее, холоднее. Обычно дальний план, когда речь идет о горах, даже если очень чистый воздух, но он более холодный, потому что воздух обладает голубоватым цветом, и горы на дальнем плане могут быть чуть более холодные, чуть более голубоватые. Это была моя последняя работа на этом пленэре. Я накапала здесь много воды, и пока я несла ее, чтобы не закрывать, вода замерзла и превратилась в такие вот льдинки. Тоже очень интересное подтверждение того, что температура чуточку ниже нуля. Вот так рисуем. Мы поднялись на гору, сил рисовать уже больше не было. Просто любовались видами, интересными растениями, которые выдерживают жизнь на ветру и холоде. Ну и просто дышали свежим воздухом и красотой. Это был мой первый пленэр в зимних условиях. Признаюсь честно, я сомневалась, потому что я ненавижу холод и не очень-то сильна физически для вот таких вот активных подъемов. Но оказалось, все не так страшно, и не обязательно проводить часы на одном месте. Даже таких маленьких зарисовок хватает для того, чтобы вдохновиться, напитаться цветами, потренировать свой мозг, чувствовать формы, цвет, соотношение тонов. И потом эти ощущения и впечатления перенести домой и уже наслаждаться с чайком в спокойной обстановке рисования. Если у вас остались какие-то технические вопросы или вопросы по материалам, пишите их в комментариях, ставьте этому видео лайк, делитесь с друзьями. До встречи в следующих видео на следующих пленэрах. Пока!